У нас в гостях Владислав Дубинин, чемпион мира и двухкратный чемпион России по бодибилдингу. Без пяти минут мастер спорта по бодибилдингу, без десяти минут чемпион Олимпии и без проблем ушатает любого, кто в этом сомневается. Готов сегодня откровенно рассказать о своих грехах и грехах других бодибилдеров. Влад, привет! Очень рад тебя видеть. Приветствую. Всем привет. Какие эмоции у тебя? Расскажи. Ох, эмоции пока еще не улеглись, но мне очень безумно, безумно приятно получить эту награду. И, честно говоря, я не ожидал. Не ожидал и ехал туда первый раз. Хотя бы попасть в топ-6, так сказать, попробовать свои силы. Но судьба сложилась так, что получилось и победить, и одержать победу. Для людей, которые, может быть, не так активно следят за бодибилдингом, когда в последний раз? Я так понимаю, что Россия там изначально не прям фаворитом считалась? Или как? Да нет. Ныне сейчас считается, что Россия, Украина одни из самых главных фаворитов на чемпионате мира. Ну и также арабские страны. И сейчас вот этот чемпионат был очень сильный благодаря тому, что арабские страны пустили на этот чемпионат. Все же сейчас локдаун во многих странах, и не все могут приехать, но у арабов это получилось, и они позабирали очень много. Вот по поводу локдауна. Во-первых, помимо того, что ты стал чемпионом мира, мы сейчас это все подробнее разберем. То, что точно волнует, я думаю, многих в связи с этими всеми пандемиями, локдаунами, каково это оказаться в Испании? Когда ты вообще последний раз был за границей? Когда я вообще отдыхал? Да, да. Нет, я вообще не отдыхал. Ну да, ты сейчас не отдыхал. Я сейчас не отдыхал, я был немножко занят. А так я был последний раз лет, наверное, в 16 в Египте. А так все, вот сейчас 26, я вот только вот сейчас побывал в Испании. Ну а так, если я где-то бываю, то это соревнования. Но в основном это Россия. На международных стартах я первый раз был. Чемпион мира – это высшая ступень или есть что-то дальше? У нас считается, это высшая ступень любительского спорта, ну любительского бодибилдинга. Дальше уже ты получаешь карту ПРО и уже как бы выступаешь в высшей категории, высшей лиги, так скажем, как профессионал. В чем отличие в подготовке, это как-то сказывается? Ну, в любом случае, когда ты профессионал, подготовка уже также более профессиональная. Ты этим должен жить, уделять на это больше времени и сил, так как люди, которые в той лиге, они хорошо подготовлены, уровень совершенно другой. Качество питания, качество жизни – все должно меняться, все должно быть направлено на этот спорт, в принципе. Сколько длится путь, вот сколько продлился твой путь от самого начала до чемпионства в мире? Ну, начал я вообще тренироваться после школы, как закончил, наверное, тринадцатый год, тренировался три года сам. Пожил после школы в девятнадцатом году. Нет, не в девятнадцатом. В девятнадцатом году, да, три года отзанимался сам, потом решил выступить. И в шестнадцатом году обратился к тренеру и начался уже путь, так сказать, выступающего спортсмена. То есть, получается, с шестнадцатого года я выступаю. До тринадцатого года ты вообще занимался? Занимался каратэ. Нет, я десять лет занимался каратэ профессионально, да. Так, у меня черный пояс по каратэ первый, да. Но потом как-то я все-таки решил сменить сферу, потому что не видел уже роста там. И как-то вот меня всегда тянуло на железо. И решил просто пойти с друзьями, как это обычно бывает, с двумя друзьями, которые, я не знаю, где они сейчас, надеюсь, не спились. Но остался я один. Если я пошел сейчас тоже с двумя друзьями, значит ли это, что я могу через восемь лет стать чемпионом мира по бодибилдингу? Возможно. Нет, это я к чему, на самом деле. Ты вот сейчас как опыт. Ты сейчас хорош, в принципе, просто пресс дома забыл. Да, спасибо. Но мы про бодибилдинг. Смотри, ты говоришь, что ты в тринадцатом году начал заниматься, в шестнадцатом обратился к тренеру. Вот в этот момент, ну ты, когда ты начал понимать, что у тебя могут быть успехи именно в бодибилдинге? Потому что сначала ты пошел просто в зал тренироваться. Я это и не понимал, в принципе. Я просто решил попробовать. На прошлой неделе. На прошлой неделе съел в Испанию. А так решил попробовать. И с первого сезона, в принципе, получилось. Я подготовился за два с половиной месяца. Выиграл на области в юниорах. По мужикам второй стал. И на России стал пятый по юниорам. Это в первый сезон. Сейчас ты работаешь тренером. Да. Ты можешь, глядя на своих подопечных, допустим, как-то на самом начальном этапе, понять, что вот у этого человека могут быть какие-то перспективы? Ты все же про себя намекаешь, да? Нет, я просто спрашиваю. Можно про себя, если там что-то унизительное, мы просто вырежем это и все. В принципе, да. В каждой категории есть какие-то свои нюансы, по которым ты будешь уже посмотреть, подходит человек в данную категорию вообще. Расположен человек к бодибилдингу или нет? И стоит ли вообще мучиться над ним? Я бы мог бы это, знаешь, как на конкурсах красоты. Есть вот эти утешительные награды. Мисс Улыбка. Мистер Самые Смешные Плавки. Ну вот сейчас в твоем, среди твоих подопечных, сколько людей ты сейчас тренируешь? Нет, тренирую я около 50, наверное. А выступают от меня около 5-6 человек сейчас. Где-то так, да. Но я надеюсь, что команда будет сейчас только прибавляться. Вот из этих 6 активно выступающих есть люди, которые могут повторить твой путь, стать чемпионом мира? Ну именно в мужском бодибилдинге нет. Потому что из мужского бодибилдинга нет. Ну и в весное дело. Да. А вот из всего многообразия, из 50 людей, есть те, кого бы ты, допустим, хотел бы постигнуть на это? Что давайте занимайтесь, но они что-то пока не верят в себя. В ком ты видишь перспективу? Я во многих вижу перспективу. Обычно просто лень мешает им это делать. А так, в принципе, мы и доказываем то, что если приложить максимум усилий, то в принципе все возможно. Основное отличие бодибилдинга от классического занятия спортом в зал ты ходишь? Ну, если ты занимаешься физкультурой, то тут как бы идет речь о здоровье больше. А если брать соревновательный спорт, все-таки это большой стресс для организма, и про здоровье тут мало идет речь. Поэтому это самое, наверное, главное отличие. Ну вот твой образ жизни, вот, допустим, активная стадия подготовки к чемпионату мира, или просто? Сколько идет вообще подготовка с момента, как ты понимаешь? Ну, сама диета идет около пяти месяцев. Около пяти месяцев. Да. И вообще, вот как твой образ жизни в эти... Чтобы мы просто понимали, что это не просто. Ты вышел такой, типа, смотрите, какой красивый, намазался чем-то там бронзовым маслом. Намазался в масло. Ну, в принципе... Ну, оливка у меня. Оливка. Пальмон. Да, да. Получается, все привязано к диете и к восстановлению. Я не могу пойти ни в клуб, ну, хоть я и не хожу, но просто ночная жизнь не подходит, не подходит. Это связано с тем, что ты сейчас сказал, что здесь сидит твоя девушка? Что ты не ходишь в клуб? Нет. Я не хожу в клубы? Да. Если тебя приглашают на свадьбу, ты идешь со своими контейнерами. Да. Вася в курсе. Да. Поэтому все привязано к питанию, к режиму. И то, что ты хотел бы себе позволить, ты позволить не можешь. В этом и главное отличие обычной физкультуры от соревновательного дебиленга. Но это именно идет всегда или в момент, когда ты готовишься к соревнованию? Сейчас все закончилось. Сейчас все закончилось. Я могу ходить в клубы. Я видел фотографии с пивом. Это алкогольный пиво? Нет. Это вообще не пиво? Нет, нет. Оказалось. Мы вырежем это. Окей. Ты испанский национальный напиток. Какой? Я же не испанец. Ты просто пьешь, что тебе наливает. Я не испанец, я русский. Я просто пью все, что наливает. Так. Следующее соревнование. Когда у тебя? Когда мы можем поболеть? Сейчас, когда я выпью все национальные напитки, попробую все блюда национальные, съезжу в отпуск, я уже решу, когда я, наверное, буду выступать. Пока что хочется отдохнуть. Потому что без желания лучше даже не садиться на диету, не готовиться к турнирам. Нужно полностью восстановиться, отдохнуть. А потом уже буду планировать. Ну, возможно, это следующее. Сейчас что у нас, осень? Следующая осень, наверное. Ты в прошлом году никуда не ездил? Ты сейчас стал чемпионом России? Нет, чемпионом России я стал весной. Весной? Международный Европа-Мир. Ну, едут все, но главное здраво оценивать свои шансы. Ну, могу сказать, что на этом мире не было особо слабых спортсменов и очень был сильный турнир. А так, не обязательно побеждать на России или входить в тройку, чтобы отобраться на мир. Как часто проходит чемпионат мира? Чемпионат мира раз в год и также Европа. Европа весной проходит, осенью мир. Ты сейчас поехал на чемпионат мира, потому что весной стал чемпионом России, да? Нет, нет. Просто поехал? Просто поехал. Я хотел в Испанию просто и поехал. И там еще чемпионат мира? Ну, он ты просто вышел. Ну, вышел, да. Где завтрак и случайно выиграл такой из отеля. Я тебя понял. Смотри, а в этом виде спорта есть какая-то там, не знаю, главная звезда, не знаю, на которую ты равняешься? Ну, потому что там в футболе есть там Криштиану Роналду Месси, допустим, там в баскетболе, Деброн Джеймс. Ну и разных там звезд. В вашем виде спорта есть какой-то такой идеал, которому ты стремишься? Ну, все обычно равняются на Арнольда Шварценеггера, когда идут в зал, в принципе. Из нынешних звезд. В принципе, тот, кто не следит за этим спортом, их, наверное, не знает. Такие, как Фил Хит. Ему здесь, ну, выложен доход. Да, не появится. И описание. Я просто всегда хотел так делать. Какие редуты? На самом деле ничего не появится. Ну, все равно все равняются на ту эру, которая была в 80-х, 70-х, 70-е годы. Арнольд Шварценеггер, например. Самая главная звезда, которая будет всегда, в принципе, и не забыта, как легенда. А в чем его феномен? Ну, то есть, смотри, я объясню. Когда, допустим, обсуждают, опять же, вот футбол, когда говорят о Пеле, Марадоно, но всегда говорят, что вот в наше время с современным вот этим уровнем интенсивности, со скоростями, ну, ничего бы не смог, условно говоря, сделать Марадоно. Потому что другой совсем темп, уровень футбола. Шварценеггер, вот тот Шварценеггер, он и сейчас был бы крут, или все-таки спорт развивается? Я думаю, что с его генетикой при нынешних условиях и методах подготовки, я думаю, что он был бы так же круто. Да, вопрос, в чем его феномен, на твой взгляд? Ну, феномен, наверное, больше личности самой. Не как спортсмена, а как этот путь весь его пробивался, его вся дорога, в принципе, откуда он, если брать его историю. Вот, откуда он вышел, как это все сделал. Вот, и сама личность очень такая экстравагантная, что ли, необычная. Он к себе привлекал людей именно, ну, и, конечно, его формы, в принципе, как он себя вел на сцене, подавал. Это очень ценится, и поэтому, я думаю, что он и легенда. То, сколько он привнес в этот спорт, какой вклад сделал. Я думаю, это же круто. Тем более, что потом он, да, не перебью в кино, также популяризировал этот вид спорта. Откуда потом мы все смотрели. Мы же не смотрели соревнования по бодибилдингу. Мы смотрели кино. И потом ужиновали, кто он был. И всю его историю в бодибилдинге. Ты бы хотел... В кино, наверное, да. Ну, да. В российском это хорошо. Нет, в российском. Конечно, нет, в российском. Понятно. А помимо кино, раз мы уже заговорили, перейдем к такой теме, как мечты, цели следующей. Какая следующая цель? В спорте. Ты сказал, что ты хочешь перейти теперь на профессиональный уровень. Чемпионат мира – это высшая степень в любительском. Метро, да. Дальше идет профессиональный спорт. Ну, как в принципе... Профессиональный что? Это значит, уже контракты есть какие-то с компаниями или что-то? Ну, контракты тоже не просто так вот выбить. Во-первых, сейчас это Инстаграм. То есть люди, которые даже не выступают, но имеют какую-то хорошую форму и умеют себя продавать, у них есть контракты. У людей, которые выступают на хорошем уровне, у них нет их. Ну, потому что они не могут продавать данный продукт, так как все-таки главный спонсор – это спортивное питание какое-либо. То есть спортсмен не может ничего дать взамен. А просто так никто никому деньги не хочет отдавать, естественно. Поэтому тут нужно именно развивать Инстаграм уже по большей части, там Ютуб. Либо ездить на какие-то у нас есть выставки, FIBA называемые. То есть там уже есть выставки спортивного питания, где ты уже подходишь, с людьми разговариваешь, говоришь о своих титулах, кто-то есть такой. И уже можешь подписать с кем-либо контракт, если ты их привлечешь. Я видел у тебя в Инстаграме, когда тебе задавали вопросы, там кто-то спрашивал про высшие достижения. Ты заговорил о такой… Олимпийской истории, да, как Олимпийской. Можешь подробно рассказать, что это такое? Ну, так же, чем вот и прославился Арнольд Шварценеггер, выиграв ее 7 раз. Это самая крутая вещь. Это как Олимпийские игры, наверное, да. Можно было по названию добирать. Ну, у нас просто сокращенно. Да-да-да. И ты серьезно нацелен участвовать там? Ну, даже участие там… Просто участие – это уже… Даже участие русского спортсмена там – это уже большое достижение. Потому что именно русских спортсменов там нет в принципе. Никогда не было? Нет, есть. Но именно в категории, которую я хочу, ну, как бы я не припомню спортсменов, которые там появлялись. Там как категория, если брать профессионалов, называемая 212 – это фунты. Американская система учисления в переводе на наш. То есть это где-то 96, чем-то килограмм. То есть примерно это моя категория как раз. Там, где я и хочу прогрессировать. И оставаться в этой же категории. Это, ну, допустим, ты попадаешь в профессиональный спорт. Мы тебе этого желаем. Ты участвуешь в Олимпии. Это еще более строгий режим, еще более, не знаю, какие-то жесткие ущемления. Да. Просыпаться в 3 утра? Я так просыпаюсь в 3 утра. 27 километров, что там бегать надо. Ну, что, это же невероятно. Не знаю. Для тебя это вообще легко дается или для тебя это все равно каждый раз трудно? Нет, это тяжело дается. Девушка, которая сейчас здесь со мной на это подтвердит. Ей приходится готовить. Я пока в это время делаю кардио ночную. То есть в том режиме, в котором я живу, при большом объеме работы, очень сложно будет делать формы именно в профессионалах. Потому что ты не восстанавливаешься. Ну, восстановление самое главное наш, как бы, пункт, который мы должны выполнять. Помимо вот еды. Поэтому не получится работать столько и делать такую же форму, как Pro. Поэтому нужно будет как-то расчищать свою работу. Переходить больше в онлайн сферу, наверное, по тренировкам. Либо повышать ценник на тренировки в зале. Подписывайтесь на мой инстаграм. Влад Дубинин. Просто четко, без пробелов. Первый буду у вас в поиске в любом случае. Вот. Персональные тренировки в зале, если вы живете в Калининграде. Ну и также дистанционные тренировки. Их хочу, по большей части, делать ставку на подготовку спортсменов к соревнованиям. Это то, чем я хочу заниматься и то, что хочу развивать. Так что всем буду рад, кто захочет готовиться со мной. Ты заговорил про ценник. Я хотел спросить. Вот в КВНе, я занимался КВНом. Там есть такая история, что ты вот, когда проходишь дальше, ну, чем выше поднимаешься, там доходишь до Первого канала, там у самих КВНщиков есть шутка, что поднимаешь ценник на свадьбу. То есть, чем выше ты дошел до уровня, следующий прохожий у тебя ценник на свадьбу поднялся. Теперь, когда ты стал, ну, допустим, в бодибилдинге такая история работает, ты стал чемпионом мира. Ты теперь более статусный тренер. Ты можешь поднимать цены на свои услуги. Ну, это же, наверное, будут домой клиенты смотреть, да? Ну, да, возможно. Ну, да, они по-любому будут смотреть. Там будут еще новые смотреть. Да, я буду поднимать ценник на тренировке. Нет, ну, пока я не планирую это делать, ну, вот. Но потихоньку с ростом цен на продукты, учитывая, что мне нужно готовиться в Pro, будет потом едино-то быть больше. Возможно, да, цены поднимутся. Вот, но сейчас я все-таки стараюсь сделать какой-то средний ценник, потому что работаю с несколькими людьми сразу, одновременно. Мне так более комфортно, чем работаю тет на тет. Вот, поэтому ценник пока лояльный. И люди могут себе позволить даже в это время, когда пандемия, локдаун, многие там потеряли работу, ну, подурезались в каких-то моментах. Они все равно могут позволить тренеру. То есть я не делаю ставку на какой-то очень богатый сегмент людей, делаю на средний. Смотри, я смотрел трансляцию, и меня удивило, что во время гимна, ну, то есть здесь тоже не звучал гимн России, звучал... Чайковский. Да, звучал Чайковский, как на многих сейчас международных соревнованиях. В бодибилдинге существует проблема допинга? Это первый вопрос. И второй сразу. Ощущал... Ну, сейчас вот смотришь спорт, допустим, и многие спортсмены говорят, что когда они выезжают за границу, они ощущают к себе отношения, что репутация России в спорте немножко подмочена. Вы, российские спортсмены, ощущали на себе какие-то такие взгляды? Ну, первый вопрос, то, да, это нас коснулось тоже. Вот это вот антидопинговая фигня, так скажем. И нам запретили вот эту форму, которую нам выдало министерство, одевать туда, да. У нас были сделаны футболки уже специально для этого чемпионата, и в протоколах мы... Нас не писали как Россия. У нас было написано ФББР флаг. Ну, олимпийская, как олимпийская сборная. Вот. Поэтому... Так, а второй вопрос? Есть ли такая проблема прям допинга в этом виде спорта? Нет, проблема не... Игра, в которой наш гость с помощью генератора случайных чисел выбирает 6 из 7 грехов и рассказывает, совершал ли он их или нет. Право рассказать о седьмом грехе остается за самим гостем. Поиграем. Можешь нажимать. Будет выпадать цифр. А куда нажимай? Начинаешь, куда? Цифра 2. Зависть. Печальная или обиженная алчность по отношению к имуществу или чертам человека? Ну, смотря, о какой завистии идет речь. Не знаю. Белая? Белая, любая зависть. Ну, в хорошем плане я многим завидую. Даже смотришь тот же инстаграм и смотришь на эту жизнь людей и думаешь, блин, вот сволочь. А чем я хуже? Просто любых людей. Просто сволочь, да? Просто такой, муткер коров. Нет, там понятно. Понятно. Нет, ну, по-хорошему, да, завидуешь многим, но это мотивирует. А сам сталкивался с тем, что тебе завидуют? Да. Вот сейчас на чемпионате мира было такое, что прям ощущалось какая-то зависть. Особенно ты говоришь после этого немножко. Ну, после этого, да. Есть, да. А был такой, что, допустим, люди здоровались все это время к соревнованиям, то есть каждое утро привет, а потом после стали чемпионами и ты заметил, что кто-то уже не так явно, но да, такое есть. Вообще в этом спорте это присутствует? Это в любом спорте присутствует. Присутствует в любой работе если ты начинаешь зарабатывать больше и к тебе кто-то завидует, отношение меняется. Так же и в этом спорте, конечно. Люди, которые так же хотят, но в принципе ничего для этого не делают, они начинают завидовать. А внутри команды все ли искренне радовались или ты ощущал? Ну, без имен? Нет, внутри команды нет. По большей части даже поздравляла вот после победы вся Россия, в принципе, не только Калининград, но и вся Россия и это была как единая команда. Что не сказать, если ты едешь на сам чемпионат России, где соревнования между там клубами, регионами, немножко другая атмосфера, противостояние, а тут вся команда и именно все за тебя рады. Ну, смотри, вот вы сейчас ездили на чемпионат мира, там в каждой категории был один россиян. Нет, нет. Бывало, что несколько человек. Вот бывало такое, что ты, может даже не про это соревнование, на любом соревновании, что ты участвуешь с тобой в категории есть какой-то там, не знаю, россиянин, если это чемпионат России, или там, не знаю, неважно, твой сокомандник там из Калининградской команды ездит, и ты понимаешь, что ты выигрываешь и он как-то такой вместе в гостинице или не женишься? Нет, вот в моей категории был еще один русский спортсмен и потом он подошел и искренне поздравил. Ну, то есть, и оценил форму и не было никакой доли вот зависти, ни белой, ни черной. Просто искренне человек был рад. Поэтому была единая команда. Это больше прослеживается, наверное, за другими людьми, не спортсменами. Да, по большей части лентяи завидуют. Погнали дальше. Опять нажимай. Да. Так, еще пять раз. Может больше. Шесть. Жадность. Искусственное хищническое желание и погоня за материальными благами. Если ты находишься в коллективе с другими тренерами, мне хочется, чтобы я был, конечно, лучший из тренеров. Чтобы у меня было больше людей, но при этом не теряя качество работы. Но я не знаю, насколько это плохо или хорошо. То есть, если... Ну, меня другие тренера мотивируют. если у них появляется больше людей, у меня должно быть их больше. Ну, в хорошем смысле. Также, если кто-то... Допустим, если я отдыхаю от сезона, кто-то выступает, мне сразу хочется также выйти на соревнования, уже какая-то мотивация появляется. То, что на сцене я нет, ну, как так-то. По поводу денег, ну, естественно, да. Деньги, в принципе, решают сейчас все. Это тот же... Да, те же соревнования, чтобы поехать и подготовиться на турнир нужны деньги. Я уже не говорю про отпуск и так далее, и тому подобное. Здесь цифра 2, она уже была. Она уже была. Нажимаешь. Да, нажимаю пока. Три. Три. Чрево угодия является чрезмерным, доходящим до расточительства, увлечением и потреблением чего-либо. Ты вообще сейчас уже... У тебя, ну, уже выработалась с годами, ты ровно относишься кигиене такого. Ну, вот, все не захотел, поел, как бы... Дальше я сяду спокойно на обычное питание и... как бы... Нет такого обжорства какого-то. Ну, в начале карьеры это было. Заработал себе изжогу и понял, что я чревоугоден и бросил. А можно... Ну, понятно, я примерно понимаю ответ, но для людей, которые могут заблуждаться. Типа, я сейчас поем 17 гамбургеров, завтра 27 часов побегаю, все будет нормально, все это сожжется. Это так работает? Нет, к сожалению, это так не работает. А про шифру поясни. В настоящий день ты уже побегать не сможешь после стольких гамбургеров. Да, и в принципе этот колораж ты уже, ну, не сбросишь. Ты столько и не побегаешь ты в принципе. Но есть вообще такая история, типа вот один гамбургер, условно, не знаю, 200 калорий, предположим, и вот не надо 200 калорий просто сжечь бегом, и это работает? Или это немножко другого уровня калорий разного, ты сжигаешь метод? Нет, в принципе, можно ты худеть на гамбургерах. Ну, если у тебя дефицит калорий, чтобы похудеть, нужен дефицит калорий, правильно? Ну, если у тебя дефицит там полторы тысячи, ты за весь день сел полторы тысячи не гамбургеров, а калорий. Это качественно будет или нет? Качество тела у тебя будет, может быть, и не очень, но ты будешь худеть. Но смысл же не только в том, чтобы все это делать качественно, особенно. Но это у тебя, а другие-то любят поесть. У нас просто тренер хороший. Да, у тебя тренер лучше. Давай, ссылочку инстаграмма ставишь, подписывайтесь на мой инстаграмм Влад Дубинин. Просто четко, без пробелов. Первый буду. Похоть ассоциирует с сильным или необузданным сексуальным желанием, которое может привести к блуду. Опять же, футбол, который я люблю, там часто бывают споры. На чемпионате мира в России, когда был в восемнадцатом году, тренер сборной Германии на весь турнир запретил своим футболистам заниматься. Вот в этом виде спорта есть такое, что, допустим, на время подготовок ты как-то регулируешь этот момент. Организм сам регулирует этот момент. Смотри, я сейчас без шуток говорю, серьезно, с точки зрения, влияет ли это, допустим, что, если, допустим, ты воздерживаешься за день до выхода, ты более такой, какой-то злой. Нет, я тебе по-другому скажу. Если говорить про секс во время подготовок, то если в начале он есть, то в конце его нет. Цитата. В тринадцатом году. Сейчас его нет. Да нет, просто на самом деле организм настолько истощен в конце, что, в принципе, либидо уже не выделяется, и организм настолько энергию вот эту вот запасает, на лишнее не растращивает, что, в принципе, секса и не хочется. Как только ты поешь, вот этот вот чидей, ты как бог. Мы когда такую тему обсуждаем, не делай так. Мы можем много чего подложить. Гордыня. Известно как высокомерие, развращенный эгоизм и поставление собственных желаний, побуждений и капризов выше благополучия других людей. Считается самым страшным и демоническим грехом. В принципе, вот часто говорят там после каждого турнира, чтобы не зазвездился, это к этому, да, все, типа? К этому, ну, допустим, да, зазвездился. Любишь ли ты демонстрировать свои успехи? Как ты к этому относишься? Считаешь ли ты, что нужно это делать? Нужно, но в меру. То есть, в принципе, сам я никогда не буду подходить и говорить, что я чемпион мира и чемпион России. в принципе, ты, типа, ты ровно относишься к этому. 29 stories, которые ты выложил за час, это, да, ровно. Я просто хотел у вас... Я не люблю это демонстрировать, поэтому... Я просто хотел... Только 36... Уважить людей, просто хотел... Не, серьезно, ты, короче, ну, к этому нормально. У тебя нету такого. И у тебя все-таки есть, типа, я хочу, чтобы все знали, я докажу всем. Спортсмен, мне кажется, хороший спортсмен, чемпион России, он должен быть тщеславным. Это нормально. Нет. Но если вот брать бои, ты вот за боями следишь, в принципе... Очень сильно. Очень редко. Ну, Федор Емельяненко знают все. Если я в них не участвую, мне это главное. Да, Федор Емельяненко, конечно, и Макгрегор знают все. Поведение абсолютно разное. Макгрегор говорит о своих достижениях, Емельяненко нет. Я не знаю, Федор и Александр Емельяненко. И Александр. Ну, Вик там разные достижения. Но, в принципе, их знают всех, и это две легенды спорта. То есть, в принципе, если ты скромен и не кричишь на весь белый свет о своих достижениях, все равно все, кто... Всем, кому надо, все знают твое достижение, титулы. То есть, в принципе, необязательно договорить. Но мне кажется, то, о чем ты говорил вначале... И отношение к людям после достигнутых регалий, оно не должно меняться, в принципе. Ты просто выполняешь свою работу, у тебя получается хорошо. В принципе, это никак не должно отражаться на твоей работе, на отношении к людям. Просто ты сам говорил как раз-таки про то, что, особенно в твоем виде спорта, очень важно продвигать себя, вот это все. Это другая моя. Нет или момента, допустим, что сейчас такой мир, что если ты, в этот момент пиара, рекламы, что если ты не будешь рассказывать о своих достижениях, местами может даже чуть приукрашивать, подавай это все под таким соусом, что ты останешься в стороне. Ну, просто нужно подавать это грамотно, чтобы люди не подумали, что ты какой-то просто тупо нарцисс, и все, и интерес к себе в принципе пропадает. Ты только, только я, 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 ну вот эти шесть stories, как бы, да. Вот так вышло. От обратного пойдем. Скромный, но очень талантливый спортсмен, но очень скромный, который не особо любит вести инстаграм или что-то. У него есть шансы на то, чтобы стать мировыми спорами? Нет. Не расстраиваюсь. Не померяйся. Но это мне не присуще. Ну, мало ли. Я еще 8 лет. Гнев выражается в неконтролируемых чувствах ярости и даже ненависти. Нет, я не гневный человек, а спокойный, но своим близким, я именно вот близким могу что-то высказать. Ну, не в их сторону, как бы, а обсудить этот момент. Вот. А так, в принципе, я не срываюсь ни на клиентах, ни на родных. В принципе, у меня такого нет. Можно у Юли спросить? Нет, он добрый. Он добрый. Пожалуйста, не заебуй меня, пожалуйста. Не заебуй меня, пожалуйста. Юль, пожалуйста, выйди. Ты расстроишься. Да, да, да. Можно я доломаю эту стену? Но вообще, ну, спортсмен должен быть по-хорошему злым. Спортивная злая. Спортивная злая. Спортивная злая, да, конечно. Тут я вообще больной. Конченный. Вот во время подготовок, когда ты с каждым днем все более в каком-то режиме, все это, ты становишься более таким нервным? Или ты научился? Спокойный, спокойный. Я даже разговаривать не хочу. Я говорю так, спокойно, тихо. А потом только поел и все. И готовы работать. Приходите на тренировки. Ссылка в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. Влад Дубинин. Просто четко, без пробелов. Первый буду. Уныние. Отсутствие интереса или привычное нежелание прилагать усилия. У нас такое правило, последний грех. Мы предлагаем гостю самому, хочет он об этом поговорить или нет. В твоем случае эта тема уныния, такая лень, апатия, если хочешь про это поговорить. Но я думаю, я бы хотел сделать исключение в этой нашей именно передаче. Во-первых, людям реально захочется много о тебе узнать. Во-вторых, ну, окей, ты весь такой типа спортсмен, крутой, тренируешься, чемпион мира. Тебе присуща лень? Да. Да. В принципе, и многие спрашивают, ты всегда ли хочешь идти вообще в зал тренироваться? Да нет, конечно. Иногда, особенно диетин, не хочется. Хочется отдохнуть, поваляться, куда-то сходить вместо тренировки. Но есть такая дисциплина, и ты просто берешь и делаешь. А так я довольно-таки ленивый человек. Ну, я считаю сам. У тебя были моменты, когда ты хотел типа все это бросить? Банально вопросом у тебя нет. Да, конечно. Вот тебе даже три года, которые я занимался сам уже тогда. Ну, когда ты иногда не видишь результата какого-то от своей работы, естественно, тебе надоедает. Ну, или просто это совпадение какое-то, ты просто устал, нужно отдохнуть недельку и начинать заново. Такое было. в принципе, я человек довольно ленивый и, но делаю хорошо то, что мне нравится именно. То, что мне не нравится, не заходит, не делать ленивый, я это делать никогда не буду. Можно назвать, что я ленивый человек? Наверное, да. Последний вопрос. Три главных ближайших цели чемпиона мира по бодибилдингу Влада Дубинина. Ну, закрыть ипотеку. Такую рыбку желание поймал. Ну, давай так. Закрыть ипотеку. Съездить отдохнуть, закрыть ипотеку, ну, и потом на оставшиеся сходить в кино. Рано ли я понял, что жениться нет в этом шлистке? Ты сказал так. Ну, что ж, на этом. На этой провокационной теме. Подписывайтесь на мой инстаграм Влад Дубинин. Просто четко, без пробелов. Первый буду. Ты скажи, как тебе наше общение? Было ли оно интересным? Да. Мне такой формат очень нравится. Это для меня, в принципе, первый такой опыт интервью такого плана. И мне интересно делиться своим мнением, своими впечатлениями о тех же турнирах, о подготовках, о образе жизни. И хочется больше донести до людей. это все. Чтобы они как-то и мотивировались, приходили в спорт, вставали с диванов как-то. В принципе, это главная, наверное, награда для меня, для тренера именно. Вот. И я понимаю, что это дело не просто так. А в плане вот такого интервью вы мне только помогаете донести это людям. Поэтому только положительные эмоции. и если людям это понравится, это будет еще, то будет вообще супер. Я уверен, что... Я надеюсь, что понравится. Не то, что надеюсь, я уверен, что понравится. Нашим подписчикам и тем, кто просто... Подписчики, ставьте лайки, комментарии, колокольчики, чтобы не пропускать следующие выпуски. Те, кто на нас не подписан по каким-то причинам, подписывайтесь. Чем больше лайков и комментариев вы ставите, это видео помогает продвигать в рекомендации и тогда у нас будет возможность приглашать таких же в большем количестве таких же интересных гостей, как Влад. Влад, тебе большое спасибо. Я надеюсь, что мы с тобой в следующий раз, когда здесь встретимся и поговорим, ты уже будешь в статусе чемпиона Олимпии. Блин, надеюсь. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо.